Аркам ТВ представляет Причина проблем в жизни Сегодняшняя хутба будет об одном слове, часто упоминающемся в Коране. Все мы знаем из Корана, что Аллах, Великой Ныславен, порицает тех, кто не уверовал, тех, кто не благодарен, а также лицемеров и людей, которые совершают ширк, предавая сотоварищей Аллаху. Но одному термину часто не придается должное значение, хотя оно часто встречается в кораническом тексте. Это люди, именуемые как «Аль-Мусрифин» – одно из самых резких утверждений об этом. Кстати, чтобы вы имели представление, что означает эта фраза, я поясню. Говоря простыми словами, «Мусриф» – это тот, кто не знает меры, или тот, кто переусердствует в чем-либо. Этим же словом описывается личность фараона. В Коране говорится «это люди адского пламени». Так что понятию «незнание меры» стоит относиться серьезно. Но у этого отрицательного качества есть разные уровни. Всевышний Аллах предостерегает нас. «…Посредством слов предшествующего Пророка, Аллах велел нам не следовать путем тех, кто излишествует, не уподобляться их примеру в принятии решений и образе жизни». Так что идея чрезмерности сильно осуждается. Это важно понимать, потому как в центре нашей религии равновесие. Аллах, Велик Он и Славен, описывая небеса, говорит, «…что Он возвысил небо и установил в нем равновесие». То есть, земля, луна, солнце – все они находятся на своих местах. День уравновешивается ночью. И все небесные тела имеют свои определенные позиции. Аллах любит гармонию и все организовывает согласно с ней. Маленькое и большое противопоставляются друг другу и уравновешивают друг друга. И каждая вещь выполняет свою задачу. И когда Аллах упоминает об этом в суре «Ар-Рахман», Он добавляет, «…чтобы вы не приступали к границе дозволенного на весах». Подобно тому, как Аллах упорядочил все в небесах, установил равновесие, так и нам следует соблюдать баланс во всем, что мы делаем, как ведем себя и как мыслим, так как всегда существует вероятность приступить к границе умеренности. Давайте для начала поговорим об определении чрезмерности. Арабское слово «Исраф» по существу означает «переходить границу необходимого». Приведу простой пример. Представьте, что вы голодны. Рамадан уже позади. Но вспомните, как в течение этого месяца, когда приходило время ифтара, разговения, вы накладывали в свою тарелку кучу еды, будучи убежденными в тот момент, что вы все это съедите. Но съев четверть еды из тарелки, вы наедались. То есть вы накладывали в тарелку больше, чем могли съесть. В тот момент вы страдали «Исрафом». Вы перешли границы необходимого, пытаясь компенсировать чувство сильного голода. Пример «Исрафа» в еде легко привести, так как это распространенная проблема. Люди ходят на свадьбы и другие мероприятия, где, как правило, бывает шведский стол. Гости сами накладывают себе еду. И вот ты подходишь к куриным ножкам, которые любишь больше всего на свете. Ты оглядываешься и видишь за собой в очереди парня, после которого их может не остаться. Если ты придешь за ними во второй раз, и ты накладываешь себе в тарелку столько куриных ножек, что можешь со своей тарелкой открыть свой собственный ресторан. Ты поступаешь так, потому что страдаешь «Исрафом». Ты не сможешь съесть все, а значит, берешь больше, чем тебе нужно. Итак, «Исраф» возможен в еде. Примеры этого легко привести. И это касается не только накладывания больших порций, которые остаются в тарелках, но и переедания. Ты чувствуешь сытость, но продолжаешь набивать рот. Или постоянно перекусываешь, ты непрерывно потребляешь пищу. Или другой пример. Из всех продуктов потребляешь один в избытке. Глюкоза из сахара является необходимым элементом для человеческого организма, как и углеводы из хлеба. Но в умеренных количествах. А когда мы, не зная меры, едим сладкое без остановки, Аллах преподает нам урок, как устроена жизнь. Если ты ешь неумеренно или ешь один продукт в больших количествах, пострадает твое тело, пошатнется здоровье. Результат этого не проявится сразу. Но через 10 лет ты можешь попасть в больницу с диабетом или с проблемами сердца по причине исрафа. Таким образом, исраф привносит в жизнь человека много негативных последствий. Я начал с примеров в еде, но исраф возможен и в расходах. Всевышний Аллах описывает людей, которые не предаются расточительству при расходовании денежных средств. Например, тебе нужна сумка, но ты хочешь купить целых три, потому что тебе понравились сумки трех разных цветов. Или ты пошел в магазин, чтобы купить яйца, но в итоге потратил 200 долларов, потому что закидывал в корзину все подряд. Это тоже разновидность исрафа. В действительности, тебе не нужно было все это, ты лишь предполагал, что тебе это может пригодиться. Ты убеждаешь себя, что тебе это нужно, хотя необходимости на самом деле нет. Некоторые люди начинают страдать накопительством, они даже не могут уместить всю свою одежду в шкаф, и их кладовые с продуктами завалены так, что среди них можно найти что-то с 1987 года. Люди без надобности занимаются собирательством вещей, которые никогда не используют. Это также является формой исрафа, которой страдают некоторые люди. Вы можете определить, страдаете ли вы этой разновидностью исрафа по количеству безделушек в вашем доме, которые перекладываются с места на место и лежат без дела. Если вы видите в своем доме вещи, которым вы не знаете или не можете найти применение, то, вполне вероятно, это результат исрафа. Таким образом, подобное поведение может стать настоящей проблемой для человека, который хочет все больше и больше. Накопительство, переедание, расточительство. И с срафом также могут стать развлечения, если это происходит время от времени. Это нормально. Всем необходима умственная разгрузка. Если ты занимался на протяжении шести часов, то тебе нужно отдохнуть, поиграть в видеоигры, полистать в соцсети или подвигаться на свежем воздухе. Периодический отдых – это хорошо. Но для некоторых людей вся жизнь один сплошной выходной. Отдых – это все, что они делают. Они развлекаются первым делом с утра. И также отдых – это последнее, что они делают перед сном. Они нажимают на кнопки, листают онлайн-страницы, проводят со своими гаджетами часы и даже дни напролет. И это тоже исраф. Быть на связи – это хорошо, а жить в ватсапе – плохо. У всего есть границы, а их отсутствие приводит к неумеренности, которая становится серьезной проблемой. Всевышний Аллах сообщает нам, говоря мягко, «Ибо Он не любит расточительных». Но сегодня я больше хочу обратить ваше внимание на другой аят, который имеет отношение к исрафу. Он из суры «Юнус». Я прочел его в начале этой хутбы. Во время этого обсуждения я затрону и другие примеры исрафа, иншаллах. Именно в этом аяте Аллах описывает явление, о котором упоминает несколько раз в Своей книге. Он говорит, что когда человека касается зло, когда он попадает в затруднительное положение, связанное либо с материальным положением, либо с состоянием здоровья, с семейными проблемами или личным душевным кризисом, как поступает человек, когда с ним происходит любая неприятность? Он начинает молиться, взывать к Аллаху. «О Аллах, вызвали меня из этой ситуации! Я все перепробовал! Никто не в силах мне помочь, кроме тебя!» И этот человек не перестает обращаться к Аллаху стоя, сидя и лежа на боку со словами, «О Аллах, разреши мою проблему!» Он отчаянно взывает к нему. «Когда же мы избавляем его от напасти?» «Он проходит, словно никогда не взывал к нам, не взывал к нам по поводу постигшего его несчастья». Сначала, когда ты в беде, ты в отчаянии обращаешься к Аллаху. А когда проблема разрешается, возвращаешься к обычной жизни и ведешь себя так, как будто и не молился Всевышнему, будто не взывал к Нему усердно и не плакал во время молитвы. В действительности, все это происходило. Но когда проблема позади, связь с Аллахом обрывается. «Я получил, что хотел, и теперь могу продолжать жить, как прежде». Но какое отношение это поведение имеет к Исрафу? Занимательно, что на первый взгляд кажется, что связи нет. Но то, как Аллах завершает этот аят, заслуживает особого внимания. «Казалека зуйина лил мусрифина макану ямалун». Вот как приукрашено для тех, кто излишествует то, что они совершают. Всевышний поведал нам, как приукрашиваются их собственные поступки в глазах людей, не обладающих умеренностью в делах. Этот аят раскрывает нам ценный урок жизни. Когда ты живешь жизнью расточителя, то есть тратишь деньги на то, что не следует, развлекаешь себя на постоянной основе, как мы упомянули ранее, или чрезмерно много общаешься с людьми, все время на связи, все время где-то с кем-то, и у тебя при этом нет времени на поклонение или на полезное занятие. Если что бы ты ни делал в своей жизни, ты проявляешь чрезмерность, то это непременно закончится для тебя неприятностью. Беды в таком случае тебе не избежать. Как мужчине мне легче привести пример, связанный с мужчинами. У каждого мужчины много обязательств на плечах, касающихся родителей, родных, братьев и сестер, супруги, детей, а также на нем лежат религиозные обязанности, работа, финансовые обязательства, не говоря уже о друзьях, с которыми нужно поддерживать связь, и физическое здоровье, которым надо заниматься. Множество сфер жизни перетягивают твое внимание на себя. Но если человек решит, что с этого момента он возьмется за свое здоровье, забросив все остальное, то таким образом нарушит баланс в жизни. Он и вправду может приобрести хорошую физическую форму, но все остальные сферы жизни, оставшиеся без внимания, принесут ему много проблем. Кто-то вкладывает всего себя в детей и в то же время не заботится о родителях. В таком случае этого человека постигнет много неприятностей. Когда мы выбираем что-то одно и посвящаем все время этому делу, то мы делаем это за счет других вещей, которые требовали нашего внимания. Когда мы впадаем в крайность, усердствуя в чем-то одном, мы непременно обделяем вниманием другое. По сути, нарушаем чье-то право. И, как следствие, у нас будут возникать проблемы. А затем мы взываем к Аллаху для облегчения нашей участи. А по факту, если у нас возникает проблема или наступают трудные времена, нам надо остановиться и задуматься, где мы впали в крайность? Где допустили излишества? Что оставили без внимания, отдавая преимущество чему-то другому? Задать себе вопрос, является ли неумеренность в чем-то причиной моего попадания в эту ситуацию? Я оказался в этом положении из-за нарушения равновесия в своей жизни? Это, в действительности, очень важный и значимый принцип веры. Другой пример, над которым я хочу, чтобы вы задумались – это наши эмоции. Например, разозлиться – это свойственно человеческой природе. Кто-то сказал или сделал что-то неприятное вам, и вы разозлились. Это естественная реакция. А чрезмерностью в таком случае будет жить с этой злостью внутри. Когда ты вкушаешь эту злость и дышишь ей, постоянно думаешь о произошедшем. Это было одно событие, одна произнесенная фраза, и вся твоя последующая жизнь формируется на основании сказанного. И, как следствие, твое видение вещей изменилось. Ты больше не видишь положительных сторон. Ничего с этого момента не делает тебя счастливым. И так как ты негативно настроен, тебя начинают расстраивать вещи, которые не расстраивали раньше. Любая мелочь выводит тебя из себя. И когда доходит до такого, окружающие тебя люди начинают ощущать это на себе. Происходит цепная реакция, и заканчивается все дурром, вредом. Ты страдаешь Исрафом. Ты заострял в этой эмоции. Такой же сценарий возможен и с другими эмоциями. Как юмор, например. Шутить – это нормально. Нет ничего дурного в том, чтобы иногда быть навеселе. Но если ты абсолютно все превращаешь в шутку, то можешь в итоге обидеть человека. Ты потеряешь способность с серьезностью подходить к некоторым вопросам. Когда во время беседы о чем-то важном ты шутишь на эту тему, ты не учитываешь при этом чувства других людей. И результатом такого поведения будут конфликты. Таким образом, Исраф способен создать множество проблем в жизни человека. Одно из моих любимых дуа из Корана, имеющее отношение к Исрафу, находится в суре семейства Имрана. Эта дуа нравится мне по многим причинам. Я расскажу одну из них. Всевышний Аллах описывает людей, которые воевали на пути Аллаха за много веков до времен Пророка. У них был свой Пророк, который призвал их воевать за Единобожие, жертвуя своими жизнями. И до выхода на поле сражения они повторяли. Это дуа из четырех частей. Это произошло тысячи лет назад. Но Аллах посчитал это дуа ценным на все времена и сделал его частью своего Корана. Чтобы мы с вами могли извлечь пользу из этого дуа. Он поведал нам, что эти люди, борющиеся на пути Аллаха, в первую очередь просили Его простить им грехи. Покрой наши ошибки, покрой постыдные поступки, которые мы совершали. Во-вторых, за следует, а также излишество в наших делах. Они просят прощения у Аллаха за неумеренность в принятых ими решениях, за всю жизнь. То есть, они рассматривали свои прегрешения как одну проблему и излишества как отдельную проблему. Как ни удивительно, неумеренность возможна и в религии. В Коране верующим сообщается, «Не проявляйте чрезмерности в вашей религии». Примером чрезмерности в религии будет случай, когда кто-то говорит, «Я хочу изучать Коран». Молодец, отличная новость. «Я хочу заниматься только этим целыми днями». Но у тебя же есть семья и работа. Тебе ведь надо заботиться о своих детях и жене. Для меня достаточно слов Аллаха, а о них позаботится Аллах. Вообще-то, книга, которую ты хочешь читать целыми днями, говорит тебе идти выполнять свои обязанности перед людьми. Вот таким образом происходит исрав в религии. Однажды я проводил беседу с людьми, и среди них была группа сестер, которые изучали Коран очень усердно. Они проводили от 14 до 16 часов в день на занятиях. И перед моей встречей с ними дочь одной из этих женщин подошла ко мне и сказала, «Вы ведь собираетесь общаться с такими-то людьми. Среди них будет моя мама. Вы не могли бы сказать ей больше не учиться?» Я очень удивился ее просьбе. А она продолжила, «Я скучаю по моей маме. Я совсем не вижусь с ней, потому что она всегда на занятиях. Даже когда она бывает дома, то просит ее не отвлекать. Она в наушниках заучивает что-то из Корана. И она делает так все время. Поэтому мы никогда не общаемся. Может, она прислушается к вам. И знаете, что самое страшное в этой истории? Эта девочка сказала мне, что из-за мамы она не любит учить Коран, чтобы не стать похожей на нее. Ужасно, правда? Когда я отправился на разговор с этой группой обучающихся, я не упомянул про эту девочку и не вызвал ее маму, а предложил вместе прочитать несколько аятов. Мы так и сделали. Одним из этих аятов был, «Разве они не видят, как было вознесено небо, как водружены горы?» Я спросил, кто из вас изучал этот аят? Все из присутствующих подняли руки. Они знали всю терминологию этого аята. Затем я спросил, «А кто из вас ходил любоваться горами, небом, звездами? Вы когда-нибудь это делали?» Я услышал. «Нет, у нас нет на это времени. У нас столько дел! Но ведь Коран говорит вам пойти посмотреть. Разве они не путешествовали по земле? Разве не видели прекрасные творения Аллаха? Вы хотите читать об этом и не делать этого? Сам Аллах говорит вам отправиться любоваться Его творениями». Вот так неумеренность проявляется в религии. Ирония в том, что люди изучают Коран, игнорируя его. И такое возможно. Я уже разъяснил, что Исраф бывает в эмоциях, и привел пример агрессивного чувства злости. Но есть и тихие реакции, как молчание. Например, вы являетесь свидетелем несправедливости по отношению к себе или к члену своей семьи. И ты говоришь себе «Мне стоит проявить сабр и промолчать». И по причине твоего молчания обидчик продолжает вести себя таким же образом. А ты считаешь, что твой сабр подвергается проверке и настойчиво сохраняешь тихую позицию. А в действительности, по причине твоего молчания, несправедливость увеличивается в разы. Ты совершил Исраф. От тебя не требовалось орать и кричать. Нет необходимости вести себя некрасиво. Но ты, как минимум, должен был заступиться за правду, назвать вещи своими именами. Вот что означает. Они заповедали друг другу истину. Правда есть правда. А неправильное? Неправильно при любых обстоятельствах. «Извини, папа или мама. Но это неправильно. Извини, сын. Я знаю, тебе неприятно, но ты поступил плохо. Извини, жена или муж. Но так нельзя». Но правда неизменна, и она должна быть озвучена. Если ты не делаешь этого, то создаешь Исраф против себя или кого-то другого. Итак, Исраф принимает самые различные формы. И по этой причине я не могу привести вам абсолютно все примеры его проявления. Но вы, зная себя, должны тщательно проанализировать свою жизнь и задуматься, в чем вы проявляете чрезмерности и что оставили без внимания. Что упускаете из виду? Даже в таком прекрасном чувстве, как любовь, возможен Исраф. Когда ты помешался на одном человеке, мать может быть помешана на своем сыне. Он – это все, о чем она думает. Ее интересует каждый его шаг. Чем занимаешься? Что поел? Ты выспался? Ты еще на работе? Какие новости? И так постоянно. И когда женщина так себя ведет, то перестает в полном смысле быть женой своему мужу, не может сконцентрироваться на молитве должным образом, не может следить за собой или заботиться о себе. Все возвращается к тому же, когда слишком много твоего внимания уделяется чему-то одному, то и другие вопросы неизбежно остаются без внимания. А вернуть баланс в свою жизнь, калибровать себя нелегко. Поэтому формулировка этого дуа удивительна. Сначала мы просим Аллаха простить нам грехи, затем покрыть все наши упущения, связанные с неумеренностью. Так как, допуская чрезмерность в одном, ты с большой вероятностью упускаешь что-то другое. Другими словами, мы просим Аллаха уравновесить нашу жизнь. Потому последующие слова имеют особенно глубокий смысл и логически уместны. Укрепи наши стопы. Дай нам стабильность там, где мы стоим. Позволь нам твердо стоять на ногах. С этих слов мы можем сделать вывод. Исраф делает жизнь человека нестабильной. Из другого аята из суры Юнус мы знаем, что Исраф привносит проблемы в жизнь человека. А только что мы обнаружили, что ты не можешь твердо стоять на земле, если допускаешь в жизни Исраф. Каждый раз при Исрафе что-то отбрасывается в сторону. И в жизни появляется беспокойство, волнение, трудности, что-то не так. И ты не можешь достичь гармонии, которая бывает при балансе. Когда все на своем месте, ты чувствуешь это внутри и снаружи. Когда вещи не на своем месте, ты неспокоен. Ты не можешь спать, не можешь обрести покой. Страдаешь ли ты Исрафом? Исрафом можно определить даже просто по ходу твоих мыслей. Если ты уверенно стоишь на ногах, и ты спокоен в своем положении, это на самом деле результат отсутствия Исрафа в твоей жизни. И в итоге, когда ты твердо стоишь на земле, ты можешь противостоять любой силе. Как будто бы аят говорит «О Аллах!». Кстати, эти люди шли на войну. И Аллах рассказывает нам, о чем они просили. «О Аллах, даруй нам силу, когда мы выйдем в бой». Так как же обрести силу? Сначала Аллах прощает тебя, затем ты избавляешься от чрезмерности и нестабильности в жизни. И после этого ты способен обрести силу и столкнуться с противниками. Это глубокая мысль о том, как мы можем достичь гармонии в жизни. А вернее, будет сказать, вернуть гармонию в нашу жизнь. Аллах, Велик он и славен, спросит с нас за Исраф. Некоторые из нас допускают Исраф в любви к собственным детям. Любят одного больше другого, демонстрируя это в разном отношении к ним. Даже если вы не ведете себя грубо по отношению к одному ребенку. Допустим, оба ребенка зашли в комнату, и вы обнимаете и целуете одного, а другому машете рукой и говорите «Ассаляму алейкум». Вы не были грубы, но, тем не менее, вы допустили Исраф, потому что второй в такой ситуации почувствует себя обделенным. Или, в случае ослушания, например, ребенок добрался до сладостей, и вы строго говорите «Эй, я говорил тебе не есть печенье». А другому в таком же случае «Ну, опять ты за свое». Получается небольшой Исраф, и позднее это создаст проблемы. Ребенок может хранить обиду не только на вас, но и на родного брата или сестру. А потом вы недоумеваете, почему они ссорятся друг с другом. А происходит это по причине вашего Исрафа. Вы тому виной. Поэтому-то, как мы ведем себя, как относимся к окружающим, какие эмоции показываем, что чувствуем внутри, все это должно быть пересмотрено нами на предмет того, стали ли мы людьми, допускающими Исраф. Аллах не любит людей, страдающих Исрафом. Самый простой пример Исрафа – расточительство. Но этим Исраф не ограничивается. Поэтому Всевышний Аллах говорит, «Не следуйте примеру тех, кто излишествует, и не слушайтесь их повелений. Да защитит нас Аллах от всех проявлений Исрафа. И да поможет нам распознать, где мы допускаем его в своей жизни, чтобы мы вновь могли достичь гармонии и равновесия. И да сделает всех нас Аллах из тех, кто твердо стоит на ногах и чьи грехи прощены». Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами! Субтитры предоставил